Здравствуйте! Меня зовут Владислав Эдуардович, и мы продолжаем нашу серию видеоуроков. В этом уроке я вам покажу расширенный функционал построения массивов. Давайте для примера допостроим прямоугольник обычный и применим к нему инструмент массив. Прямоугольный массив, правая кнопка мыши, и смотрите, как только мы уже начинаем отводить наше перекрестие в сторону, мы начинаем видеть уже результат выполнения команды до его фиксации. Вот, к примеру, такой массив нас вполне устроит. Для фиксации результата нажимаю на левую кнопку мыши. Затем мы можем указать, и нам нужно это сделать, расстояние между строками и столбцами массива. Давайте вот такой-то и укажем. Все, массив создан, о чем свидетельствуют появившиеся на массиве ручки управления массивом. Давайте по очереди разберем работу каждой из них. Данная прямоугольная ручка, если на нее воздействовать, она увеличивает наш массив. Как по горизонтали, так и по вертикали, так и вместе, по горизонтали и по вертикали. Эти ручки увеличивают массив только в одну сторону. Так, я сейчас привязку беру. И вот эта ручка тоже самое, только увеличивает в одну сторону. Эта ручка и эта ручка, она изменяет расстояние, соответственно, между столбцами и между строками массива. Вот, так вот. Неточным способом. Эта ручка является базовой точкой массива и с помощью нее можно перемещать массив. Давайте отменим выделение, то есть нажмем на клавишу Escape и выделим наш массив. Теперь массив выделен, о чем свидетельствует смена сплошной линии на штрих-пунктирную. И автоматически у нас, как вы заметите, сменилась наша лента, в которой показаны как раз вот эти расширенные свойства массива. Первый, первая панель инструментов, это даже не панель инструментов, это просто здесь показана информация, какой тип массива у нас в данном случае. Здесь мы можем выставлять в этих областях, так, в столбцах мы можем выставлять точные расстояния между строками, столбцами и уровнями, если используется трехмерный массив, расстояние между строками и столбцами массива. Давайте попробуем что-нибудь выставить. Так, здесь задается количество столбцов массива. Давайте поставим на 4 столбца. На вот нажмем. Так, здесь задается, вот показано, интервал между столбцами. 1548, давайте зададим 2000. Здесь показано, смотрим подсказку, общий интервал между столбцами 6000, 8000. Ага, 8. Вот так вот. Точно так же выполняются и меняются значения и в этой области. Так, в строках еще есть дополнительно расширенное что-то. Так, ладно, бог с ним. Так, количество строк сделаем 5. Расстояние сделаем 1500. Так, 6. Так, 7. Хочу заметить, что когда я устанавливаю общее расстояние между строками, то есть от сих до сих, автоматически, то есть если общее 7000, то автоматически меняется и вот это расстояние. И наоборот. Уровни. Данную область мы рассмотрим с вами, когда я перейду в режим 3D черчения. Базовая точка. Этот инструмент позволяет менять базовую точку. В данном случае базовая точка у нас вот здесь находится. Если мы активируем его, то мы сможем переместить базовую точку, например, вот здесь. То есть сюда. Редактировать источник. Убираю наш источник. Нажимаю ОК. И все у нас сворачивается. И теперь я могу отредактировать источник массива. То есть тот примитив, с которого мы начали построение массива. Давайте я построю круг. Здесь окружность. И как только мы отредактировали источник, наши изменения автоматически внеслись и в остальную часть массива. Давайте я сохраню изменения. И выделю еще раз массив. Так, заменить элемент. И сбросить массив. У нас последние два инструмента остались. Прежде чем я их рассмотрю, я скажу, что если нажать и удерживать клавишу CTRL на клавиатуре вашего компьютера, то можно выделять и перемещать отдельные части массива. Так, мы этот свернем. То есть выделять, поворачивать их, делать с ними различные действия. Так, выделим массив. Инструмент сбросить массив. Возвращая все отредактированные по отдельности массивы в исходное состояние. Для того, чтобы показать вам действие инструмента «Заменить элемент», нарисуем какую-нибудь окружность. Так, выделяем еще раз массив. Активируем этот инструмент. И выбираю «Объекты для замены». Правая кнопка мыши. Указываю базовую точку. Допустим, здесь. И выбираю элемент массива для замены. Вот. Нажимаю «Экскейп». Что мы видим? Теперь наш прямоугольник с окружностью заменился на вот эту вот окружность. Для того, чтобы переместить ее, необходимо нажать клавишу «ЦТРЛ» и выделить. Вот так вот. Ее также можно редактировать. Это свидетельствует о том, что вот лента нашей расширенной возможности исчезли и появилась обычная лента инструментов. То есть, сейчас можно сделать данным выделенным объектом все, что угодно. Для того, чтобы опять же сбросить наш массив, нажимаем на эту кнопочку. Так, нажмем «Экскейп» и еще посмотрим следующее. Помимо этого, массивы можно создавать еще по траектории и круговой массив. Давайте создадим какую-нибудь траекторию. Сплайн сейчас я нарисую какую-нибудь. Так, и создадим наш кружок. Создадим из круга массив по вот этой вот траектории. Выбираю «Объекты», правая кнопка мыши, выбираю «Криволинейную траекторию». Так, и сейчас мне надо указать количество элементов вдоль траектории или просто базовую, то есть, не базовую точку, а точку в конце линии. Вот эта вот точка. Правая кнопка мыши, вот. Вот таким вот образом я нарисовал такой вот массив интересный. Теперь я выделяю массив. И опять же получаю для типа массива по траектории наши инструменты все. Эти инструменты я вам рассказал, уровни покажу отдельно. А вот с этими вы уже сами разберетесь. Тут все точно так же, как и в случае с обычным массивом. И давайте мы еще посмотрим с вами работу кругового массива. Выбираем «Объекты». Так, я объекты не нарисовал. Выбираем «Объекты». Правая кнопка мыши. Укажите центральную точку массива. Вот центральная точка. И все. Мы можем рисовать. То есть, расположить по окружности столько элементов массива, сколько нам нужно. Вот так вот. И указать расстояние, интервал между объектами. Все. Массив создан, о чем свидетельствуют появившиеся ручки. Воздействуя на определенные из этих ручек, можно выполнять различные действия над массивом. Ну, вы уже догадались, что эта ручка, она уменьшает и увеличивает количество объектов массива. Эта ручка уменьшает, увеличивает интервал. Так, как-нибудь так. Эта ручка увеличивает или уменьшает радиус массива. А вот это базовая ручка или базовая точка, которая перемещает наш круговой массив по чертежу. Так, давайте еще раз его сделаю. Точно так же, если мы выделим наш массив, появляются расширенные инструменты для управления нашим массивом. И здесь элементы. Точно так же, точное число элементов указывается, например, 8. Здесь угол между элементами, допустим, 30 градусов. А здесь, что тут здесь? Угол заполнения. Вот этот угол задается между первым и последним массивом. То есть, вот он угол, вот этот угол. 210 градусов, к примеру, 180 градусов. Вот так. Строки я показывал. Тут давайте две строки попробуем организовать. Вот можно две строки. Расстояние между строками, расстояние между первым и последним элементом строки. Так, и уровни. Я вам сейчас уровни покажу. С помощью этой кнопочки мы можем установить новую базовую точку. Вот базовая точка у нас. Если отжать этот, так, поворот элементов. Вот работу этого инструмента я вам покажу отдельно. Редактировать источник точно так же. Заменить элемент и сбросить массив. Все эти инструменты точно так же работают, как и в прямоугольном массиве. Так, теперь я вам покажу работу тех инструментов, до покажу которых обещал. Давайте я нарисую прямоугольник и сделаю из него круговой массив. Указываю так и так. Так, если мы нажмем на этот инструмент, наши прямоугольники вращаться не будут. Если опять нажмем, они вращаться будут. Так, и уровни. Для этого надо перейти в 3D моделирование. Сейчас я поверну так, как надо нам. Вид. Для того, чтобы показать, для чего нужна область уровней, давайте сделаем новый массив. Я создам трехмерный ящик. Создам из него массив. Рисование. Прямоугольный. Вот так вот. Выделяю этот массив. И два уровня ставлю. Ставлю три уровня. Так, сейчас мы сбросим выделение. Вот что у нас получилось. То есть, как бы уровень, это получается этаж. И, соответственно, все эти ачейки, вот при выделении вот этой ачейки, то есть, эта настройка, здесь задается интервал между первым уровнем и вторым, а здесь общий интервал между первым уровнем и последним. Так, кто-то называет. Иди, кто-тоなる, что я imitate.